добрый день всем присоединиться сегодня вот такой у нас снежок потому что рождество я подумала почему бы и не со снегом кстати поздравляю вас всех с рождеством великий праздник желаю вам чтобы в ваших семьях всегда было счастье уют благосостояние все были здоровы что очень важно сейчас чтобы все у вас было хорошо чтобы счастливы были скажите мне пожалуйста меня слышно звук а то вдруг я наушники не включила я не понимаю слышно меня или нет слышно напишите кто-нибудь в комментарии слышно или нет тишина девочки напишите пожалуйста да слышно отлично спасибо вам огромное значит сегодня у нас в эфире будет терапия о детской переписыванию детской травмы сейчас я посмотрю вот у нас уже есть наша елена сейчас мы ее позовем к нам пока она присоединяется я елена вы должны акцепт я вас вызвала сейчас примите мое приглашение войти в прямой эфир лена и еще я прошу кого-то написать или даже сама елена пускай напишет что это терапия онлайн я прикреплю это к названию я прошу меня поддержать потому что сегодня я именно в прямой эфир на инстаграме выхожу впервые поэтому для меня вот это все технически очень сложно знаний в профессии у меня много а вот технически лена я жду вас когда вы присоединитесь я послала вам запрос что ж такое ага по моему пытается войти лена но я пока она подсоединяется я вам объясню а может я не туда нажала то есть нужно на мордашку да или нет лена я уже еще раз написала послала вам запрос о отлично леночка пожалуйста кто-нибудь другой лена уже наверное не может напишите онлайн терапия я должна закрепить это как то тут я даже не знаю чтобы это было названием и тогда мы продолжим значит что какой смысл этой терапии значит наш мозг он вообще не может отличить реальность от вымышленного от того о чем что мы смотрим кино читаем или мы о чем-то мечтаем или думаем для него это рождается установки допустим мы смотрим кошмара мы испугались у нас остается страх на что-то после этого люди либо заикают либо боятся темноты и так далее откуда это берется мозг запоминает эти эмоции которые мы в этот момент испытываем и делает такую установку на жизнь понимаете и вот в детстве иногда с нами случаются такие события когда мы испытываем негативные чувства и они дают нам установки на всю оставшуюся жизнь они меняют наше восприятие реальности они меняют наши реакции на эту реальность они воздействуют на формирование нашего характера образа жизни и естественно влияют на события последующие в нашей жизни вот это смысл понятен далее на терапии мы это будем менять мы будем переписывать ваше травмирующее психотравмирующее событие в детстве эту травму и тогда у мозга появится новая установка и в вашей жизни начнет все налаживаться это понятно хорошо теперь лена повторяйте за мной я елена я елена разрешаю публикацию своей онлайн терапии разрешаю публикацию своей онлайн терапии в учебных целях в учебных целях спасибо итак давайте проясним что же у вас из была за травма события расскажите мне события из детства ну такое такое детское событие очень наверное происходящее со многими детками моего скажем так сколько вам было тогда лет вот честно говоря я не скажу сколько точно было потому что у меня память вообще очень приблизительно 3 5 3 5 нет старше потому что я уже ходила в начальные классы то есть это был первый или второй класс мне кажется наверное 1 6 лет да да что же там произошло был такой случай я мама прилегла отдыхать а я очень хотела пойти погулять ага и видимо как-то все это произошло что мама разозлилась на меня и она мне много раз сейчас не сейчас что-то такое и потом она меня шлепнула ремнем я помню как я как бы в уголок забивалась ну я там я не помню что там было но у меня вот такой вот ряд событий что я я просила хотела погулять мама хотела спать и потом в результате ну она просто шлепнула и что это ли это был хороший удар но это был хороший удар и ремешком и у меня остался потом такой след от ремешка синяк остался да значит мама я понимаю что у мамы бывают разные состояния и что то есть давай запишем как что я просилась гулять мама сильно меня ударила ремнем был синяк который видели все да и потом я помню что в школе я была и люди видели и дети видели твой синяк это да да потому что там шортик надо было то есть это уже дополнительная травма которая то есть неуверенность себе люди смеются осуждают и так далее ясно но мы разберем пока вот эту с мамой учениками которые хихикали или пальцем показывали это надо отдельно разбираться переписывать итак запиши значит я просилась гулять а мама ударила ремнем и был синяк записала да значит смотри мы же можем подумать что ну да что ты тогда испытывала какие чувства на это событие тот момент когда она меня ударила да 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 вот вот когда происходило это все что ты ощущала какие чувства были я я уже не ты говоришь забилась в уголок значит значит была обида была страх тогда было страшно что что ну да была обида пиши пиши у тебя есть там листочек пиши мои чувства пиши мои чувства обида страх боль наверно да страх обида но и боль ты же испытала боль да наверное непонимание почему так такой шок у тебя был да непонимание да тоже было и ты разозлилась тогда мама что с тобой так поступили то есть была злость я не помню раздражение постарайся окунуться в ту девочку в тот момент постарайтесь и девочка тебе 7 лет 6 лет леночка 6 лет вот тебя ударили ты в угол забилась такое что у тебя отчаяние было наверное да чувство незащищенности чувство незащищенности записывай все это беспомощность беспомощность ты испытывала и несправедливость несправедливость ты чувствовала да отлично молодец и вот то есть папа где-то был рядом в это время или вы были вдвоем нет мы были вдвоем вдвоем а папа вообще присутствовал в это время в твоей жизни просто его дома не было да хорошо так вот женщины для тебя в тот момент были какие в образе мамы какие они женщины значит но мама как такова вообще любящие нет никак такова нет никак такова в тот момент но в тот момент она была на тот момент она скорее всего зафиксировалась большой фигурой властной и женщины женщины большие властные наверное бессердечные раз она так поступает да нет без сердечности не было хорошо злость злость злые то есть женщины тогда злые жестокие да то есть так жестоко с тобой поступили какие еще властные большие властные злые жестокие еще что так такое вот пытаясь одеть это в слова ну тот кто тот кто доминирует своим вот таким вот как может надо доминирующие так и пиши доминирующие но это вот властные но и доминирующие в том числе пугающие пугающие да она же тебя пугающие пугающие так и тогда ты была какой маленькой беспомощной маленькой слабой беспомощной еще какой несчастной ты себя чувствовала какой нелюбимой да одинокой такой некому защитить или что было маленькая беспомощная беззащитная и не несчистная yeah чувствовала себя такой несчастной ну нет такого что нет 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 нелюбимой если вы чувствовала себя в этот но вот нелюбимой ненужной то есть я что не нужна тебе что ты такая с другой ненужность нету ну или не такая важная значит неважность свою почувствовала То есть не ценность, нет вам не ценности, что так со мной поступают. Было это? То, что... То, что мое мнение не считается. Неавторитетный вот такой, да? Неавторитетный, неважный. Вот это и есть неважный. Когда человек важен, значим, когда он значимый, к нему прислушивается, когда человек значения не имеет, то как бы наплевать на его мнение, правильно? Так? Незначимый какой-то себя чувствовала, да? Ну, может быть, да. Ну, давай напишем незначимый. Ну, можно, да. Обесценивание такое у тебя было, да? Обесцененный давай напишем тогда. Подходит больше? Это как непринятие во внимание моего мнения. Отвергнутой, да? Хорошо. Так. Отвергнутой, это мачу. Ну, обесценивание. Ну, на тот момент я не имею в виду вообще по жизни, понимаешь? Нет, я понимаю, да. Я пытаюсь, очень пытаюсь соединиться с тем моментом. Хотя мне грусть. То есть чувства, то есть состояние с девочкой. Девочки, да, постарайся войти вот в эту девочку, в себя, в шесть лет. Дальше. Мир для тебя тогда какой? Ты все это записываешь, да? Для меня мир тогда какой? Он становится... Враждебный. Враждебный, так. Опасный для тебя, да? Жестокий. Да, жестокий. Пугающий, да? Чужой какой-то. Пугающий, да. Незаслуживающий доверия этот мир тогда становится. Чужкий такой. Надо оставаться... Грозный какой-то, да, грозный. Вот, вот, вот. У него приходится обороняться. То есть он нападающий такой. Надо обороняться, избегать, да? И тогда у тебя появляется вывод. Вывод делает мозг. И тогда я буду что? Если мир такой, значит, тогда я буду какой? Я буду настороженной, наверное, да? Потому что мало ли что опять случится. Значит, это может случиться еще раз. Но больше я буду сильнее. У меня такое. То есть я стану сильнее? Я стану сильнее, да? И я вам еще покажу, докажу, да? Нет. Это у меня очень часто потом... То есть я буду мстительной. Я вам докажу. Я буду упертой. Вы меня не возьмете, да? Я буду мстительной, упертой. Да. Такой вот. Но в то же время я не буду доверять. Я буду недоверяющей такой. И в то же время я буду избегать опасных ситуаций. Такое есть, да? То есть я буду избегать. Лучше избегать, да. Да. Совершенно верно. Я буду такой вот избегающей чего-либо неизвестного. Да? Я не уверена в чем-то. То есть мир, не подающий доверие. Правильно? Мир такой, которому нельзя доверять. Да. Нельзя ему доверять. И тогда к чему это приведет? К каким последствиям? Дальше пишешь. Последствия, отложенные во времени. Это может привести, если ты не доверяешь людям, да? Это может привести к недоверию людям. Что может привести и к одиночеству в том числе. Отгороженности, обособленности. К обособленности может привести. Возможно, у тебя отобьется желание что-то просить для себя. То есть ты лишний раз подумаешь, прежде чем просить для себя, так? Я очень люблю просить. Вот, совершенно верно. Это все последствия этого. Потому что тогда ты просила, и что ты за это получила? Поэтому ты, как последствия, ты не можешь просить для себя, а значит, не можешь принять. Понимаешь? А что такое женщина, которая не может принять? Это ничего, она не может излучать в том числе. То есть появилось недоверие, нежелание просить, даже страх просить какой-то. Останавливаешь сама себя. Что может привести к одиночеству, обособленности. Вот тебе и последствия. И злопамятство, да? То есть если меня кто-то обидит, я ему не прощу, я обязательно отвечу, так? То есть неумение прощать появилось? Ну, помнить обиды. В меньшей степени помнить обиды. Да, у меня было такое, что я накапливала обиды. Злопамятство, да. То есть я помню зло, которое мне причинили. И мне трудно его простить. Не каждый раз я прощаю. То есть мне трудно от этого освободиться. Я ношу это с собой. Вот к чему это, к накопительству обид приводит. Вот это всё накопительство обид. Как к этому всё привело, к всему привела эта травма. Теперь что мы делаем? Нам нужно переписать это событие, чтобы переориентировать твой мозг и установить там новую установочку такую дать. Окей. Значит, что мы можем себе придумать? Это не сказка, не игра. Мозгу, как я уже объясняла, всё равно, реально это было или это прочитано. Вот почему говорят, что работает гипноз, аутотренинг и так далее. Мозгу мы даём другую команду, другую установку. Для него другая реальность. Мы переписываем реальность в нашем мозгу. Значит, мы можем представить себе, что, во-первых, мама могла быть уставшей, правильно? Раз она прилегла. То есть она вечер, она пришла с работы, наверное, уставшая. В конце концов, она могла быть чем-то расстроенной, правильно? Ты же не знаешь, маленькая была, не понимаешь, что там происходило. Она могла быть расстроенной очень сильно. В конце концов, она даже могла себя очень плохо чувствовать, может, приболела, да? И сама нуждалась в заботе и понимании, и там вот, знаешь, самой плохо, кто бы помог. Теперь как мама я прекрасно понимаю. Да, да, да. То есть могли быть просто, просто человек устал, выгорел, и ей захотелось побыть, ей необходимо было восстановить свой ресурс. И тут что-то происходит. Ты начинаешь капризничать, что-то требовать. Представим себе, что на тебе, возле тебя, возле твоей попы, где появился потом синяк, появилась змея. Мама соскакивает с дивана, хватает эту змею, отрывает от тебя, спасая тебя, но змея своим хвостом со всей силы тебя хлещет, остаётся огромный синяк, но ты спасена. Мама змею уничтожила, выкинула на улицу. Прямо представляю. Пиши. Мама уставшая, лежала, отдыхала, и тут случилось такое, что... И тут змея начала ползти ко мне и была возле меня уже. Я крикнула маме. Она соскочила, несмотря на то, что она была уставшей, плохо себя чувствовала. Схватила эту змею, но змея ударила меня по попе своим хвостом напоследок очень сильно, потому что змея была большая и страшная. И у меня остался огромный свиняк. Но я была спасена. Записываем всё это. Все, кто нас слушает сейчас, вы тоже можете проанализировать. Возможно, у вас в детстве были схожие события, и, возможно, вы сейчас, как мой педагог говорит, прокатитесь зайцем и решите эту свою проблему. Итак, тогда какие у тебя чувства на эти события? Вот знаете уже, со змеёй. То есть удивление, во-первых. Вау, откуда взялась змея, да? Шок тоже. Но уже и радость за спасение, да? Какие ещё чувства у тебя будут на эти события? Наверное. Чувства защищала? Да, появилось чувство защищенности. Несмотря ни на что, если даже она уставшая, она может всё равно забыть себя. Чувство благодарности маме за то, что она тебя спасла, да? Да, конечно. Радость за спасение. У тебя радость появилась. Удивление, радость. И потом после этого, слава Богу, то есть облегчение у тебя наступает от этого. Так, и тогда... Успела записать? Да. И тогда женщины у нас какие? Заботливые. Заботливые. Внимательные она вовремя заметила, да? Внимательные. Решительные, смелые. Раз она бросилась тебя спасать. Решительные, смелые, любящие. Ведь она по имя любви кинулась спасать. Она переживала за своего ребёнка. Да. То есть сопереживательные такие. Добрые. Так? Это же доброта, проявление доброты. Добрые. И я тогда буду какой? Следующий пункт. Тогда я буду спокойной. Я буду спокойной. Потому что я чувствую себя защищённой. Да. Спокойной. Я буду счастливой, потому что я буду уверенной в будущем, да? Что я защищена. Что меня любят. Что я важна. Я имею ценность. Я дорогой человек для мамы. Я имею ценность. И я беру с мамы пример и тоже буду такой отважной, любящей, внимательной. Да? Смелой. Да. Вот такой я тогда буду. И тогда мир. Следующий пункт. И тогда мир какой становится? Тогда мир. Ну, во-первых, во-первых, он не страшный. Не страшный абсолютно. Потому что он теперь надёжный. То есть есть и охрана, и всё. То есть я смогу сама, потому что я уже научилась этому. То есть мир совершенно не страшный. Он безопасный, да? Он приветливый, добрый. Ну, вот прям так, что вы приветливый и добрый сразу, не стыкуетесь, что вы приветливый и добрый. Хорошо, хорошо, хорошо какой. Но даже если он такой, какой он есть. Надёжный, безопасный, ещё какой. Ну, наверное, интересный, многообразный. Мне всё равно интересно. Да, да. Вот больше в сторону интересный. Интересный. Исследование. Интересный. Он открывает в тебе исследователя, да? В нём много всего. Да. В нём побуждающих действий. Такой, да? Мир, из которого можно что-то просить, брать, наполняться и давать что-то. То есть мир, в котором можно свободно действовать, так? Свободный мир. Ну, да, да. Свободный. Ну, вот появляется такое ощущение, что куда бы я ни пошла, у меня есть защита тыл. И, как бы, поэтому я могу идти, и, ну, если вдруг какая-то опасность, то у меня есть защита, как бы, вот такое. У тебя есть сила рискнуть, и ты знаешь, что ты, да, защищена. Да. Вот такой теперь мир, видишь? И вывод. И тогда я буду какая? Я буду смелая, да, наверное? Какая ещё? Смелая, уверенная. Уверенная в себе. Доверчивая. Ты же начнёшь доверять миру, правильно, после этого? Ну, да, да. Ты будешь доверять. Тут, наверное, доверчивая, открытая. Открытая буду. Тебе не нужно больше скрываться, прятаться. Ты не будешь убегать. Ты открытая, ты свободная будешь, да? Свободная от своих страхов, предрассудков. Свободная ты будешь, а значит, ты будешь счастливая. Ты сможешь построить своё счастье, то есть ты будешь владеть ситуацией. Владение ситуацией очень откликается, да. Да, вот, видишь, как хорошо. Не будешь настороженней больше, знаешь, ты будешь открытой, потому что ты уверенный в себе будешь, правильно? Уверенность, уверенность, уверенность владения ситуацией, открытость. И тогда при этом наступает такое очень стабильное состояние. Стабильное состояние. Да, ты будешь уверенная и стабильная. Уверенная в стабильности, да. Потому что если раньше мир был непредсказуемый, то теперь как бы он не опасный и можно планировать что-то уже, да, и делать, да. И надеяться на себя и на мир. Так, и тогда последствия, отложенные во времени, будут какими? Ты можешь, что? Ты можешь построить доверительные отношения. Я могу идти в мир, добиваться своих целей, строить мир. Совершенно верно. То есть и тогда события могут быть. Ты добьёшься цели, ты построишь доверительные отношения. Ты сможешь стать любящей, заботливой матерью и женой, потому что ты готова давать и готова принимать любовь детей и мужа. Она не будет тебя больше раздражать, потому что ты не боишься больше принять людей в свою судьбу, в свою жизнь, да. То есть впереди маячат счастье, правильно? Вот теперь смотри, когда мы читаем первую часть, наша энергетика аж сжимается, да, потому что и мир-то страшный, и мы-то такие маленькие, и никакие. Но когда мы читаем вторую часть, мы наполняем все энергией. Вот что ты ощущала, когда вот вторую часть писала? Ну, вторая часть меня сильно наполнила стабильностью и защищённостью, и уверенностью, энергии. То есть я чувствую себя очень комфортно. Облегчение наступило? Комфорт наступил. Вот, комфорт ещё запиши, отложенное во времени события. Ты получаешь комфорт в жизни. Получаешь комфорт, безопасность, счастливость в жизни. То есть появляется возможность строить счастливую, нормальную, здоровую жизнь, здоровые отношения. Вот это мы теперь и сказали твоему мозгу. Вот это там теперь и отложилось, и это будет воздействовать на всю последующую твою жизнь. Теперь постепенно твоя энергетика начнёт подстраиваться именно под этот шаблон, и в жизни всё будет происходить так, как ты захочешь. Как тебе техника? Как тебе ощущения? Очень-очень хорошая, да. Прям чувствуется эффект внутренний. Эффект внутренний, да. Потому что когда проговаривала первую, я даже не подозревала, сколько там много закрыто в этом. И всё это сидело в тебе и мешало жить, понимаешь? Всё это делало тебя. Да, а теперь ты вот такая. И проговорив то, что было раньше, я даже увидела мысленно, пролистала мои привычки некоторые, мои рассуждения и жизненные тенденции, так скажем. И теперь ты увидела в этом корень. Да, да. Наверное, поэтому я так долго не могла отпустить, потому что это надо было выпустить правильно. Конечно, да. Я тебя с этим поздравляю. Сегодня прошла терапия. Умничка, ты молодец. Отлично поработала. Я благодарю тебя за смелость. Спасибо. Выйти в прямой эфир. Первый раз. Отлично. Я сегодня тоже первый раз именно в прямом эфире. Я обычно записываю видео и публикую. Поэтому мы с тобой сегодня пионеры. Всё начинается когда-то. Да. И главное, сегодня Рождество, и у нас родился клуб. Я, я. И ты заново родилась. Да, Лена. Итак, Леночка, с чем уходишь? С каким выводом? С выводом. С выводом. А, ну, вывод интересный, кстати, что любую ситуацию можно переписать в новый позитивный ключ. Совершенно верно. Поменять своё мышление. Какой у нас замечательный мозг. Да, да. Может работать на пользу нам. А у Бога всё гениально. У Творца всё гениально. Всё, что он сотворил. Всё. Спасибо большое. Спасибо, да. Всем хорошего радости. Работу ты большая молодец. Ребята, поздравьте, Лену с терапией. Удачи с терапией. Всё. Счастливая, Лена. Привет, детка. До свидания. Спасибо большое. Теперь буду новая мама. Да, мама сегодня им сделала счастливую маму. И они терпеливо ждали. Видишь, какие молодцы. А ты переживала. Да, кстати, я удивлена. Потому что это всё для них. Это же для них теперь. У них счастливая мама. Всё. Всего доброго. Спасибо. С праздником ещё раз. Да. До свидания. До свидания. Ну вот, друзья. Это была только первая терапия. Впереди их будет, надеюсь, ещё много. С почином нас всех. Пожалуйста, оставляйте под этим видео вопросы, свои впечатления. Может, кто-то всё-таки прокатился с зайцем и тоже что-то своё осознал. Я буду очень рада об этом узнать. И, пожалуйста, вот... Да, Слопер, спасибо. Спасибо вам большое. Напишите кто-нибудь в комментарии. Онлайн-терапия. В комментарии сейчас вот. Напишите онлайн-терапию. Я хочу зафиксировать название. Я так прочитала в инструкции, что надо сделать так. Супер техника, супер. Мне тоже очень нравится. Лена, спасибо. Ты молодец. Леночка, слышишь? Ты молодец. Всё правильно. Всё правильно. Спасибо, Валентина, за поддержку. Напишите кто-нибудь. Валечка, напиши, пожалуйста. Онлайн-терапия. Комментарий. Вот сейчас прям в прямой эфир напиши. Пожалуйста. Спасибо, Леночка. Спасибо. Большой палец. Спасибо вообще всем, кто сегодня присутствовал и поддержал нас, и Лену в особенности. Здравствуйте. Здравствуйте. Напишите. Лена, напиши, пожалуйста, в комментарии. Не просто пальчик, а напиши там. Онлайн-терапия. Лен, я не могу закончить без названия. А то придётся без названия. Мне ещё надо придумать, как сохранить это видео. Лена, напиши. Лена, напишите, пожалуйста. Ну что ж, придётся самой писать, что ли. Он. Ой. Онлайн. Терапия. Так. Теперь так. И как его закрепить? Я не знаю. Ага. Закрепила. Ну тогда всё. Закрепить получилось. Теперь держите кулачки, чтобы я смогла сохранить эфир. Всё. До свидания. До встречи. Куда нажимать, чтобы закончить? Вот забыла узнать. Нет. И сюда. Сюда. End video. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok